Дмитрий Васильевич, мы с вами неоднократно встречались в этой студии, обсуждали самые разные темы, но всегда такой красной нитью через все наши встречи была тема контроля. Депутаты, контролирующая функция у них основная. Не исключение и последнее заседание февральской Пермской городской думы, где поднимался вопрос о бюджете. Что обсуждали, почему вообще это было вынесено на обсуждение «Рассказывайте». Мы впервые в этом году вносили изменения в сформированный бюджет на 2019 год и на текущую трехлетку в части перераспределения остатков бюджетных денежных средств, которые остались на счетах у нас у города на 1 января. А почему остались, недоработала исполнительная власть? Правильная постановка вопроса. С одной стороны, когда есть деньги, которые можно перераспределять, это хорошо, есть денежные ресурсы. С другой стороны, если деньги остались, значит, они не израсходованы. А раз они не израсходованы, значит, где-то мы недоработали. Мы перераспределяли 1 миллиард 113 миллионов рублей. Основная толика средств к перераспределению, это, конечно, пошла в обеспечение тех ранне заключенных муниципальных контрактов, социальных контрактов, инфраструктурных контрактов, связанных с благоустройством территории. Таковых было порядка 800 миллионов рублей. Примерно 100 миллионов пошло в погашение дефицита. Надо сказать, что у нас бюджет принят впервые, был дефицитный. И хоть мы и считаем его техническим дефицитом, что это значит? Это значит, что мы почти абсолютно уверены, что по концу года дефицита у нас не будет. То есть мы не будем кредитоваться ни в коммерческих, ни в каких... Значит, банк, ни в структура. Да, 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 нигде. Мы за счет дополнительных доходов, за счет разных там перераспределений, мы все-таки надеемся и почти уверены, что дефицита у нас не будет. Тем не менее, мы договорились с администрацией, что как раз-таки вот отсечкой такой по дефициту будет 1 июня, и к 1 июня мы должны уже представлять примерно, когда этот дефицит мы полностью погасим. Ну, то есть тема у вас на контроле, она сквозная, вы к ней возвращаетесь не от случая к случаю, а так системно. Вы знаете, да, вот опять же бюджет это такой основополагающий документ, важный документ, потому что понятно, что для того, чтобы осуществлять функции и строительные, и благоустройства, ну все хозяйственные функции, конечно, для этого нужны денежные ресурсы. Поэтому мы формируем достаточно долго бюджет. Вот сейчас мы уже начали работать над бюджетом 2020 года, то есть принимая бюджет 2019 года мы начинаем работать над... И этот период подготовки бюджета занимает почти весь год. Я вам хочу сказать, что, конечно, жизнь не стоит на месте, она меняется, и поэтому достаточно часто мы обращаемся к тому, что мы меняем и вносим изменения в бюджет. Бюджет, он не такой заскорузлый. Не константа такая. Да, не константа. И я считаю, что это правильно, потому что очень важно очень вовремя, быстро, собственно говоря, вносить или корректировать какие-то управленческие действия, в том числе и финансовые действия. И этот процесс, безусловно, надо отслеживать и контролировать, чем, говоря, собственно, мы и занимаемся. Ну, то есть еще то, что он является программным, да, то есть состоит из программ, это как раз и позволяет делать... Безусловно, наш бюджет программно-целевой, он состоит сегодня из 19 муниципальных программ, и в рамках вот этих программ, собственно говоря, у нас есть и оценка этих программ, и критерии достижения, поэтому да, да, это проще. Когда он программно-целевой, то существует и цель, которую необходимо достичь, она не одна и большая, а она разбита по направлениям, и есть критерии оценки, и это все правильно. Ну, вот одним из инструментов наполнения казны городской является в том числе реализация земли, да, муниципальной. И как раз вот на заседании Виктор Агеев, заместитель главы города, об этом и говорил. Что вы обсудили с ним? Потому что там тоже вопросов было много, да, и обсуждали предметно по территориям, по районам, по округам, по вашим депутатским. Да, действительно, выступил первый заместитель Агеев Виктор Геннадьевич, он курирует как раз-таки вот эту тему. Я вам хочу сказать, что тема использования земельного ресурса всегда достаточно дискуссионная, достаточно много депутатов задают вопросов, предложений формируют. Так и было сейчас, это не исключение. Есть, конечно, определенные подвижки в теме земельного контроля. Скажем так, что порядка в 2018 году было проведено 400 проверок. Это примерно в 15 раз больше, чем в 2015 году. И примерно в полтора раза больше количества проверок, чем в 2017 году. Да, было выписано 236 предписаний. Это уже конкретика такова, где нарушены были. И по 2900 объектам, а проверено было порядка 29 тысяч. Были усмотрены признаки нарушений, с которыми сейчас надо разбираться. Вообще, если говорить упрощенно, то практика земельного контроля такова. Специалисты территориального органа районной администрации совместно с специалистами правоохранительных структур выходят на территорию, проводят мониторинг и фотофиксацию земельного участка и, если на ней есть какой-то объект на движение, его. Дальше акт составляется. И этот акт устанавливается либо тот, кто использует этот земельный участок, либо правоприемник. Дальше документы передаются в Росреестр по Пермскому краю. И уже Росреестр проводит оценку о нарушениях, ненарушениях и вынесении административного штрафа. То есть такая большая работа-то. Работа большая, кропотливая, непростая. И я вам хочу сказать, что до 2018 года штраф был достаточно такой символичный, 5000 рублей. С 2018 года мы используем в практике уже увеличение штрафа. И мы привязываемся по некоторым вариантам, вопросам к кадастровой стоимости земли. Сегодня самая большая проблема, если говорить про землю, это незаконное вовлечение, занятие земельного участка, использование его для бизнеса, целей, как правило. И второй момент – использование неоформленного земельного участка под объектами недвижимости, которые, конечно, были построены, не санкционированы. Вы знаете, мы рассмотрели на Думе и практику. Некоторые, вот я хочу вам сказать, что в моем округе, а я являюсь депутатом в 6-м избирательном округе, в индустриальном районе, мы несколько месяцев назад совместно с администрацией начали, на мой взгляд, хорошую такую практику, я ее инициировал. Мы проехали по округу, мы определили те участки, которые в нашем понимании используются с нарушениями. Какие? Например, если говорить про проспект Декабристов, у нас там есть частный сектор, и на частном секторе сегодня зона С1, например, она позволяет на самом деле в воздвижении многоквартирных домов, это где маленькие дома стоят, индивидуальная жилая застройка. Появляются высотки, это не противоречит на самом деле город-кодексу, но в чем проблема? Проблема в том, что земельный участок настолько маленький, покупая два земельных участка под частными домами, встраивают большой дом, и люди практически лишены стоянок, практически лишены придомовой территории, детских площадок, спортивных площадок, и это действительно потом становится проблемой для жильцов. Есть такой момент. Второй момент – это зона вообще G1, которая не подразумевает строительство в частном секторе, шиномонтажек, шаверм всяких там, вот моек. Ну, раз они там есть, наверное, эта услуга востребована жителями, это понятно. Но, первое, все точно должно быть по закону, а это не может здесь возникать. И второй момент – это не должно мешать жителям, которые живут здесь. Поэтому мы провели, создали такой специальный реестр, в этом реестре мы поименовали все то, что у нас вызвало вопросы, мы проговорили на уровне функциональных органов, Департамент градостроительства и архитектуры и Департамент земельных отношений, сделали несколько выездных, несколько совещаний. Мы учли, провели отсев, значит, привлекли террорган, администрацию района. И сейчас самым жестким образом мы будем разбираться с этими объектами. И там, где потребуется, и там, где нарушены были права и закон, будет снос. Конечно, это должно пройти через суд. Опять же, это не быстрый процесс, но, тем не менее, по-честному, и, что называется, так, идем с открытым забралом. Конечно, даем время, несколько недель дается, значит, тем, кого определили, чтобы все это дело здесь привести в соответствие. Если нет, то, как я вам сказал, Росреестр, административное взыскание, дальше террорган администрации района обращается в суд, в суде решается этот вопрос. Закон нарушен, права нарушили, будет снос. И последний вопрос. Это касается уборки снега. Февраль очень был снежным, и выезжала депутатская комиссия рабочая, отслеживала, как город убирается. Что приняли, какую оценку поставили? Да, действительно, зимой это особенно выходит на первый план состояние уборки территории, благоустройства территории, в том числе связанное с природными осадками, со снегом, с выпадением. И, конечно же, сейчас Временная комиссия периодически в рамках своей деятельности выезжают в территории, мониторят, фотографируют состояние дорог территорий, докладывают об этом на комиссии, ставят на вид или где-то формируют претензии, формируют определенные вопросы к исполнительной власти. И вот если говорить о комиссии, которая последняя прошла, первым вопросом, конечно, коллеги доложили о состоянии территорий в районах. Были отмечены лучшие, худшие, была проблематика определена. И вы знаете, безусловно, люди, жители отмечают, что на магистральных, назову так, на дорогах, автомобильных дорогах мы более-менее, особенно в центре, научились работать, убирать снег и наводить порядок. Но если от центра отъехать и переместиться к окраине города, то ситуация, конечно, там достаточно не очень хорошая, еле-еле дотягивает до троечки, если субъективно оценивать. А если переместиться в территории придомовые и внутриквартальные, там, где отвечает управляющая компания за это, то ситуация иногда бывает плачевной. Это все было, безусловно, отмечено комиссией. Они подтвердили это визуальными фотографиями, визуальным рядом. Вторым вопросом доложила контрольно-счетная палата. Сейчас инициирована проверка также соблюдения решения Пермской городской думы по содержанию территорий. А надо сказать, что, например, есть территории, где не может налить или снежный покров больше быть 4 сантиметров. То есть есть нормативы? Есть нормативы. Если больше, то это ценка 2. Две двойки – оплата ноль за месяц. Ноль подрядчику, тому, кто отвечает за содержание территории. И третьим вопросом мы рассмотрели. У нас создана в прошлом году была административно-техническая комиссия. Мы их называем «квартальные». Это люди, которые призваны, опять же, в территориях. Мы эксперимент проводим сегодня в трех районах. Ленинский, Свердловский и Дзержинский в центральных районах. Их 17 человек пока. И вот они должны работать с людьми, с населением, на предмет нарушения всех текущих, индивидуальных нарушений в территориях. Налить сосульки, снег, значит, реклама, значит, беспокоящие жителей ларьки, вот эти все нестационарные торговые объекты. Все это. Значит, мы оценили, собрали всех, собрали всех 17 человек, провели у них анкетирование, они не знали об этом. Это дало нам право срез провести проблематики. Я считаю, что это хороший инструмент, извините за такое слово, который может позволить… Дать реальную картину. Да, может позволить повысить контроль, и не просто контроль, а привести к устранению тех проблем, которые есть в территориях, в короткий срок. Вот над этим будем работать. Спасибо большое, Илья Васильевич, за такой интересный разговор, за то, что нашли время и пришли на нашу передачу. Вы смотрели «Встречи на Рифе» и смотрите нас каждую неделю, будет любопытно.